Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами обсуждаем план работы на июнь на винограднике. Июнь, наверное, один из таких самых активных месяцев в плане выполнения каких-то действий, но я постараюсь кратенько все вам рассказать, а уже более подробно в течение месяца тоже будут ролики по каким-то из видов операций, которые нам надо будет выполнить. Итак, первое. Если мы еще не высадили наши вегетирующие саженцы, они у нас есть, мы их высаживаем. Наша рекомендация при высадке это прикрыть саженцы на 2 недели спонбондом. В принципе, если стоять неблагоприятная погода, если у вас, например, саженцы очень слабые, то можно спонбонд оставить и несколько подольше. Дальше у нас следует зеленая операция. Мы проводим нормировки в течение всего этого времени. Я вам говорила, что в течение практически всего вегетационного периода, то есть периода роста нашего виноградника, мы так или иначе можем проводить какие-то нормировочные работы. Более подробно по нормировке зелеными побегами, видео я уже снимала, я оставлю вам на него ссылку. Следующий этап – это подвязка. Видите, побеги уже дорастают до первой проволоки, сейчас они хрупкие. И, конечно, чтобы их не ломал ветер, чтобы они нормально, хорошо росли, их надо подвязывать. Мы для подвязки используем вот такие вот проволочки, они многоразовые. Подвязывайте ими быстро, удобно. Ну, вы подвязывайте тем, чем считаете нужным. Есть специальные продаются такие пластиковые защепочки, можно подвязывать с помощью топинера. Кто-то использует женские колготки. Все, что вам удобно, все, что у вас есть под рукой, все это можно использовать. Дальше у нас следуют корневые подкормки. В течение июня месяца подкормить можно и два раза. Единственное, мы не подкармим саженцы этого года посадки. У них и так должно хватать питательных веществ в тех ямах, в которые мы их посадили. Все остальное, независимо от возраста, мы кормим. Единственное исключение, я вам как-то говорила, что если вы видите, у вас куст жирует, что это такое, я вам оставлю ссылку под видео. Конечно, такие кусты кормить не следует. У них и так питания достаточно. Остальные мы кормим. Следующий вид работ – это обработка от грибковых заболеваний. Если у вас в регионе, либо в вашей местности, есть еще какие-то сосущие, грызущие насекомые, которые наносят урон винограднику, от них тоже. Более подробно про обработки, про схемы, про препараты тоже есть отдельное видео, я вам оставлю ссылку. Скажу только, что если в прошлом году, в прошлом сезоне ваш виноградник сильно болел, он сильно был поражен болезнями, постарайтесь сделать обработку до цветения. И лучше всего, именно если были сильные поражения в прошлом сезоне, все-таки пройтись системными препаратами. Пока что у нас еще в саду ничего не плодоносит, пока еще до созревания долго, поэтому можно пройтись, скажем так, тяжелой артиллерии. Тем более, что когда виноград цветет, тоже в это время растение несколько ослаблено, оно сосредотачивает свои силы на цветении, и бывает, что в этот момент при ослабленном винограднике вспышка заболеваний. А в момент цветения обрабатывать нельзя. Поэтому стараемся, значит, если что-то вот такое было, обработать до цветения. Если было все нормально, то там уже как успеете, либо до, либо после. И там уже можно использовать, конечно, более легкие препараты, можно контактные препараты использовать, можно биопрепараты использовать. Это будет хорошо и эффективно. Также июнь – это период активного роста. Лозы наши растут очень быстро. Кроме подвязок скоро появятся пасынки. Будем работать с ними, но об этом я сниму отдельное видео. Когда они у нас будут, расскажу, что с ними делать. Еще один важный момент. Особенно это касается лоз прошлого и позапрошлого года посадки. Весна у нас была опять сложная. Весна холодная, весна поздняя. И вот эти молодые лозы могут расти плохо. Значит, надо им помочь. Как это сделать? Вот смотрите пример. Это куст прошлогодней посадки весенней. Развивается достаточно неплохо. У нас уже даже здесь есть гроздочка. Ну, конечно, его тут надо пронормировать, потому что большая нагрузка. Вот видно, что побеги растут по-разному. Но в принципе, он развивается хорошо. Вот смотрите, с этим кустиком вообще непонятно, жив он или мертв. Значит, с такими кустами, которые не проснулись, не надо еще делать выводы. Он вполне может проснуться. Видите, я обкопала. Можно обкопать еще глубже. И сверху ставим 5-литровую бутыль. Можно спонбонд. Вот этот кустик, смотрите, вот побег пошел у него. Раз, два, три. Вот этот куст у меня в прошлом году проснулся. Что бы вам не соврать, наверное, ближе к июлю. Может быть, даже в середине июля. И как пошел расти и выгнал хорошую лозу. Да, и вызрела эта лоза. И даже в этом году мы уже посмотрим урожай. Так что не отчаивайтесь. А вот смотрите, соседний кустик. Я только что сняла с него бутыль, чтобы было видно. Ну, по сравнению с тем, который я показывала до этого, да, вот большой уже, хороший. Вот они высаживались одновременно. Видно, что этот, конечно, отстает. Но еще неделю назад здесь не было ничего. Все, фактор тепла. Как только я бутыль поставила, сразу пошел рост. И смотрите, сколько держать под бутылью. Вот когда вы увидите, что он уже хорошо, полноценно растет. Вот это еще маловато. Бутыль еще позволяет быть сверху. Поэтому я еще накрою. На неделю, на две. Настолько, сколько мне надо будет. Вот еще один их ровесник. Здесь уже сантиметров 15 побеги. То есть, посмотрите, насколько по-разному они развиваются. Вот здесь, смотрите, тоже я накрывала. Вот совсем маленькие. Да, только-только начали расти. А вот, смотрите, тоже. Тот же год посадки. Здесь даже гроздочка есть. Видите? А все высаживались в одно время. В одни и те же условия. Но развитие разное. И это нормально. Вот еще малыш, я его осенью садила. Он у меня лето в школке рос. Посмотрите, внизу побег. Тонюсенький. Вообще, как стерженечек. А вот он хорошо пошел расти. А вот этот я сейчас сняла с него бутылку. Здесь лоза гораздо толще. И он только-только пошел в рост. На самом деле, вот неделю назад здесь не было еще ничего. Ну, бутылка творит чудеса. И я еще ее оставлю до тех пор, пока уже побегов не будет так много, что бутылка будет подниматься. Тогда я все-то сниму. Вот смотрите, тоже слабенький кустик. Ему несколько лет. А видите, какие побежики. Маленькие, тоненькие. Вот он совсем слабенький. Ему тоже этому кусту можно помочь. Ну, вот это вот убрать. Там сверху побегов нет. И тоже сделать тепличку. Ну, бутылку здесь уже ставить не совсем удобно. Можно поставить дужечки, сделать маленький парничок с испанбондой. Или даже с пленки. То есть дать этому растению тепла. Ну, и, конечно, подкормить. И тогда оно пойдет нормально в рост. Если мы поможем. А если мы не будем помогать, ну, оно тоже может пойти. А может так вот медленно и пытаться расти и что-то делать. И, конечно, пронормировать. То есть пока что мы еще оставим, понаблюдаем. Но, в принципе, можно еще, например, два побега убрать. А может быть даже и три. Смотреть. Убрали два. Понаблюдали. Видим слабенький. Убираем еще один. Оставляем один. Потому что наша задача получить что-то сильное. Пусть даже одно. И, конечно, тепло, тепло, еще раз тепло. Напомню. Май холодный. Для такого малыша. Хотя он, да, вроде бы по возрасту не малыш. Но ему тяжело. Значит, мы ему помогаем. И держим вот под этими парничками столько, сколько нам необходимо. То есть здесь нет какого-то четкого времени. Мы видим, что растение пошло в рост. Ему уже хорошо, комфортно. Все. Мы снимаем. Если видим, что оно слабенькое. Значит, пусть еще побудет в таких тепличных условиях. И вот еще для сравнения. Я вам уже показывала этих красавцев. Два кустика прошлого года посадки. Из очень слабых черенков. Были очень слабые саженцы. Ну, теперь уже можно сказать. Это сорт макузани. Разницу видите? То есть тут уже и побеги хорошие. И они все сильные. Они все крепкие. Вот там гроздочки будущие. То есть вот насколько разница бывает. Что один куст развивается так. Другой развивается по-другому. Мы даже не ожидали, что все здесь пойдет расти так быстро. Поэтому пришлось импровизировать. Пока вот такие вот шпалерки не успели подготовиться. Но бывает и так. Так что кормим. Обрабатываем. Подвязываем. Нормируем. Наблюдаем. Если надо, утепляем. Помогаем нашим растениям побыстрее адаптироваться. Но я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда. Мои контакты. И до новых встреч.